Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня я и мой тренер Густаво Бадл, FBB Pro, который, кстати, два раза подряд был третьим на турнире Мистер Олимпия, поделимся с вами секретами прокачки мощных грудных. Мы расскажем вам, как прочувствовать грудные мышцы на тысячу процентов в таком шикарном упражнении, как жим гантелей лёжа. Неважно, на наклонной скамье или на горизонтальной. В прошлом уроке мы вам рассказывали о специальной технике жима штанги горизонтально. Многие прочувствовали это и написали об этом в своих комментариях. Но сегодня я хочу вам рассказать о своём любимом упражнении для грудных мышц, наклонном жиме гантелей. Как оказалось, я делал их всё это время тоже не совсем корректно, не совсем правильно. Что я почувствовал сразу же, когда опробовал технику, которой научил меня Густаво. И я поделюсь с ней сегодня с вами. Большая грудная мышца, как нам известно, берёт начало на передней стенке грудной клетки. Крепится к гребню большого бугорка плечевой кости. Это очень мощная мышца. Главная функция которой состоит в том, чтобы привести руку перед собой. Проще говоря, чтобы рука могла двигаться перед грудной клеткой. Я думаю, большинство из вас знают это. Так вот, когда мы с вами просто жмём гантели вверх-вниз, вверх-вниз, это не совсем правильно с точки зрения задействия мышцы, именно грудной. Как же нужно жать? Вот посмотрите, если, к примеру, представить, что я жму. Это что-то между разводкой и жимом гантелей получается. Как бы движение идёт в стороны, не только вниз, а в стороны. Это очень важно, прочувствовать это на первых подходах. Если вы жмёте гантелями, гантели тоже должны оставаться параллельны. Вот видите, я вам специально показываю. Представьте, что это происходит сейчас на горизонтальной скамье. Как же на практике? Вы часто спрашиваете меня, друзья, где купить фармакологию? Я оставлю ссылку в описании к данному ролику на сайт моих друзей. Гарантия моего слова того, что вы получите качество и то, что вы именно заказывали. Берём гантели. Как вы знаете, обязательно закидывать их нужно с колен. Ни в коем случае не раскидывать. Ни в коем случае нельзя сесть на скамью и брать, сидя с пола. Так вы убьёте свои бицепсы и, конечно же, навредите поясничному отделу позвоночника. Но сегодня мы поговорим с вами и уже говорим о технике жима гантелей. Пока идут разминочные подходы, я стараюсь прочувствовать саму технику. Получается, руки опускаются как бы по дуге, в стороны. Обычно я жал просто опуская тяжёлые гантели вниз и выжимая их вверх. Но здесь сразу чувствуется разница. Вы знаете, что я люблю тяжёлые разводки, но не делаю их. Именно потому, что это упражнение шикарно воздействует на грудную мышцу только при огромных весах. А это серьёзный риск получения травмы. А у меня и так плечевые суставы требуют операционного вмешательства. Я жму, вернее, делаю разводки только в тренажёре «Бабочка» ПЭКДЕК. Там я могу использовать максимально большие веса, при этом полностью сконцентрировавшись на работе грудной мышцы. И не думая о том, что меня может раздавить гантелью, что я не удержу вес. А если вес у вас доступный, лёгкий, то в плане проработки грудной мышцы в разведении даже не задумывайтесь. Вы не получите того эффекта, на который рассчитываете. Итак, Густаво объясняет ещё один момент. Почему нужно сжать по дуге? Всё очень просто. Когда мы опускаем гантели и разводим их слегка в стороны, мы подаём грудь вперёд. При этом у нас лопатки всегда максимально сведены. Не забывайте об этом. Во всех жимах, если мы хотим с вами задействовать максимально грудную мышцу, необходимо, чтобы лопатки были сведены. Точно так же, как когда мы работаем на широчайшие мышцы. Сейчас попробуем сделать с более тяжёлым весом. Возьмём гантельки, поставим их на колени, сядем, грамотно закинем и начнём работать. Густаво поможет. Здесь я уже сразу больше чувствую, как работают грудные мышцы. При этом я чувствую, как они растягиваются в нижней точке. Что происходит как, когда мы делаем разводки. Но при этом всё-таки это жим больше, чем разводка. И, естественно, можно работать с серьёзными весами без серьёзного риска получить травму. Конечно же, если вы будете пробовать это первый раз, обязательно смотрите на то, как вы будете чувствовать грудную мышцу. Не старайтесь сразу схватить огромные большие веса. Прочувствуйте работу. Пусть первая тренировка получится немножко лайтовой. Ничего страшного. Главное прочувствовать работу мышц. Сделайте побольше повторений. Поверьте, уже с первого раза, когда вы прочувствуете технику, вы увидите, насколько мощнее включается грудная мышца. Тот, кто никогда не чувствовал раньше работу грудных мышц во время жимов, прочувствует это моментально. Это сразу же сказывается и на пампе, соответственно. И, конечно же, вы чувствуете, как поднимается ваша грудная клетка, как работают мышцы. И вот это ощущение, которое ни с чем не перепутать после окончания подхода, просто в кайф. Густаво настаивает на том, что не стоит сразу работать с большими серьезными весами. Нужно прочувствовать работу мышц. Конечно, веса важны, но, друзья, техника превыше всего. Поэтому нужно какое-то определенное время уделить отработке именно технике. Ну, попробуем сделать хороший серьезный подход, рабочий подход. Густаво подстрахует. Мне очень нравятся ощущения. Поначалу непривычно, но ощущения очень приятные во время самого движения. Вы чувствуете, как грудная мышца растягивается, как резина, при этом сохраняя напряжение. С каждым новым подходом, с каждым новым повторением, вы чувствуете, как кровь приливает к грудным мышцам. Это очень важно, и это в кайф, когда вы чувствуете то, что вы прокачиваете. Помните, что послетренировочная боль не показатель успешности тренинга или упражнений. Но когда вы чувствуете работу мышц во время самого движения, это ни с чем не сравнимое и незабываемое чувство. Вот очередная тренировка. Это я уже третий раз пробую так, сжать. Все-таки у меня жим, но посмотрите, я стараюсь разводить руки в стороны, выпячивая грудь. Лопатки при этом постоянно сохраняю сведенными. Это позволяет мне включить грудные мышцы по максимуму. Друзья, попробуйте, оставьте свои комментарии, как вы прочувствовали работу грудных мышц после моих советов. Пишите ваши вопросы в комментариях. Я на все обязательно отвечаю. Увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Силы, массы и здоровья.